Всем доброго дня! Сегодня мы с вами будем настраивать смартфон для работы с телевизором VITIZE, имеющим вот такой вот пульт с маркировкой RS-29 либо RS-19, чтобы можно было управлять через смартфон с ифракасным датчиком. Подходит данная видеоинструкция для линейки телевизоров VITIZE последних 2-3 лет, которые выпускались. Также список некоторых совместимых моделей я добавлю ниже под описанием видео. Использовать с вами будем на примере смартфона Xiaomi Redmi S2. Все у нас готово, телевизор включен в розетку. И сейчас скачиваем приложение и пробуем настраивать наш телевизор. Теперь в смартфоне мы с вами скачиваем приложение для работы с нашим телевизором. Родная программа, к сожалению, Xiaomi Mi Pult не нашла нужный нам телевизор. Не получилось мне никак сдружить, поэтому скачиваем с вами стороннее приложение. Переходим в Play Market и в строке поиска вводим пульт для телевизора. Я уже вводил. И здесь среди приложений ищем вот такое вот приложение. Пульт для любого телевизора. Ссылку на его скачивание, если вы не можете найти, я добавлю ниже под описание видео. Я его уже скачал, поэтому просто нажимаем открыть. Ждем пока прогрузит приложение. Нажимаем начните. Будет реклама, сразу предупреждаю. Рекламы будет много. Но здесь никуда не денешься. Это приложение, одно которое я нашел, другие как правило не сдружились с данным телевизором. Теперь нажимаем на плюсик, добавить пульт ТВ. Снова у нас вылезла реклама. Отказываемся от нее. И теперь здесь выбираем с вами пункт ЭКОПУЛЬТ. Уфракрасный пульт. И здесь можно либо найти в списке моделей телевизор, либо в поиске просто ввести телевизор СУПРА. Выбираем его. Снова у нас в очередной раз реклама. Вот у нас появилось несколько кнопок. И сейчас проверяем работоспособность нашего пульта. Вот он наш пульт. Стараюсь навести так, чтобы вам было видно. И нажимаю на клавишу включения. Как видите, загорелась зеленая индикация на телевизоре. Телевизор наш запустился. Проверяем остальные клавиши. Пробуем убавить громкость. И это у нас оказалось переключение каналов. Пробуем нажать на каналы. И это у нас громкость. Хорошо. Здесь ничего страшного. Кнопка выключения работает все нормально. Сохраняем наш телевизор. Снова у нас реклама. Ну и подписываем, как вам удобно. Я подпишу, как есть Витязь. Телевизор наш сохранился. Появилась клавиатура. Сейчас я выведу экран смартфона. И объясню, что нужно делать дальше. Теперь, когда у нас есть настроенный наш пульт, его можно отредактировать. Вот здесь есть в верхнем правом углу шестеренка. Нажимаем сюда. И выбираем режим исправления. Теперь каждую клавишу, которая у нас не соответствует, то есть у нас не соответствует клавиша громкости и клавиша переключения телеканалов. Выбираем клавишу громкости. И выбираем вот этот пункт. Неизвестная клавиша. Сохраняем. Выбираем следующую клавишу. И снова выбираем также пункт. Неизвестная клавиша. Сохраняем. То же самое делаем с каналами. Как видите, клавиши у нас стали пустые. Еще раз повторю. И теперь меняем их местами. То есть нам нужно сделать клавишу увеличения, уменьшения звука. За это у нас отвечала громкость. Поэтому ищем клавишу. Получается у нас телеканалы. Да. За громкость у нас отвечают каналы. Меняем местами. А каналы наоборот громкость. Громкость вверх. Сохраняем. И громкость вниз. Перед тем, как любую кнопку сохранить, можно нажать на кнопку тестировать. И он у вас протестирует данную клавишу, чтобы вы не ошиблись. Но вот эти вот клавиши будут соответствовать. Сейчас мы с вами сделаем и проверим. Сохраняем. Также одна из нужных клавиш – это кнопка переключения видео входа. Здесь она тоже не соответствует. Поэтому убираем с вами. Здесь будет у нас клавиша Sleep. Вот она. Сохраняем. Можно добавить клавишу отключения звука. Она здесь соответствует. Вот она у нас. Сохраняем. Ну и можно добавить клавишу возврата. Сейчас уберу ярлычок. По крайней мере попробую его убрать. Так, клавиша возврата. Она у нас тоже соответствует. Выбираем выход. В принципе, все клавиши готовы. И теперь нажимаем в верхнем полном углу на галочку. И у нас все сохранено. Выходим назад. Пульт наш готов. И теперь проверяем на телевизоре. Итак, для начала включаем наш ТВ. Нажимаем, направляем. Все, индикация загорелась. Но эта кнопка у нас и так соответствовала. Ждем, пока прогрузится телевизор. И после этого, вот здесь изображение на экране, на фоне изображения телевизора, станет более явным. Прошу прощения за видеокамеру, какая есть. Ждем. Вот появился у нас второй канал. Пробуем переключать программу. Канал переключают. Назад. Вперед. Как видите, все без проблем. Теперь пробуем с вами прибавлять, убавлять громкость. Также громкость работает. Пробуем нажимать на цифреную клавиатуру. Выбираем там, например, телеканал. Вводим. Все у нас появилось. Канал выбран. Также проверяем видео вход. Все, видео вход тоже без проблем выбирается. Проверяем клавишу возврата. Клавиша возврата работает. Проверяем клавишу три строчки. Это у нас клавиша меню. Она тоже работает. Выбираем клавишу звука. Звук тоже переключает, выключает. Джойстик, естественно, у нас работает. Видите? Вверх-вниз, лево-вправо. Переключим на аналоговое ТВ. Получилось настроить у нас пульт. Никаких проблем. Настройка занимает буквально 10 минут. Как обычно, какие-то вопросы пишем в комментариях. Если что-то не получается. Подписываемся на новые видео. Всем доброго дня. Не болейте.